Завершить работы в сжатые сроки и не допустить простоя. В Чебоксарах продолжается строительство кадетского корпуса и благоустройство парка. Сегодня с инспекции на объект вновь приезжал глава республики. Все подробности у Дмитрия Ковалева. Еще год назад на этом месте был заброшенный пустырь, а в роще за дворцом культуры трактора строителей, густые поросли самосева и горы мусора. А сегодня кипит работа. Уже в конце августа здесь откроется кадетский корпус. Его строительство вышло на финишную прямую. Новый объект растет на глазах, отмечает почетный гражданин города Чебоксары. А ведь именно благодаря Ивану Долгушину здесь был возведен дворец культуры. Какое совпадение? 25 лет дворцу культуры тракторного и первый год, когда будет запущена школа кадетская имени Кочетова. Я думаю, что она будет лучшая в Приволжском федеральном округе. Потому что этот массив мы превратим в жемчужину города Чебоксары. Это будет один из лучших парков республики и города. Темпы нормальные, темпы хорошие. Школа будет обязательно сдана 1 сентября. И жители Новоёжного района будут только радоваться тому, что эту школу запустили. Ход строительных работ находится под личным контролем главы региона. Каждый день Михаил Игнатьев проводит планерку с подрядчиками, отвечающими за сдачу объекта и руководителями органов власти. Составлена дорожная карта окончания работ. Все идет по графику. Срыв недопустим. На строительстве кадетского корпуса работают около 300 человек. Готовность объекта превышает 90%. Задача на ближайшие дни завершить отделку кабинетов и приступить к монтажу необходимого для учебного процесса оборудования. Опытным специалистам помогают и волонтеры. Для студентов техникума строительства и городского хозяйства это отличная практика. Мы здесь работаем второй день с друзьями на кадетскую школу. Пришли сюда добровольно. В данный момент мы тут благоустраиваем территорию бетонированной поверхности для тротуара. Мне своего времени не жалко. Я просто нарабатываю опыт. Иван Долгушин считает, что внести свою лепту в строительство кадетского корпуса должен каждый. Люди с удовольствием ходили на субботники. Ходили на воскресники. И это было что, плохо или хорошо? Я отвечу, хорошо и здорово. Если сюда придут волонтеры, придут папы, придут мамы, да и все желающие и своим трудом сделают все для того, чтобы школа была чистенькая, помытая, аккуратная, красивая. Критиковать очень просто. А вот строить, возводить и сдавать тяжелее. Вы себе постройте, сделайте и скажите. А вот нам никто не помогал. Чемпионат мира был. Что, без волонтеров обошлись? Не обошлись. А что ж в родной-то Чувашии нельзя помочь тому, кто, как говорится, строит? Да это святое дело. Принять кадет сейчас готов спальный корпус на 250 мест. Строительство еще одного жилого блока на 150 человек планируют завершить до конца недели. Здесь создадут прекрасные условия для подготовки летчиков и моряков. Кадетам будет комфортно учиться, жить и заниматься спортом. Немало ребят в Чебоксары приедут и из других регионов. Хорошо, что будет для детских корпусов, а будет шутковый. Надежда, где учиться еще? Пусть учатся. Тем более военные там вроде будут, да? Совсем по-другому сейчас выглядит и парк. На его благоустройство по программе формирования современной городской среды направили 75 миллионов рублей. Комфортных мест для отдыха в этом микрорайоне не было вообще. Открытие парка горожане ждут с радостным нетерпением. Работы в Кадетском парке завершаются. Укладывают брусчатку, прокладывают пешеходные дорожки и монтируют фонтаны. В парке разобьют цветочные клумбы, посадят деревья и декоративные кустарники. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев и Игорь Зверев. Республика.